всем здорово чуваки мы сегодня отправляемся магазин голомар для того чтобы снова найти там 10 необычных возможно даже полезных гаджетов и показать их вам я знаю что там очень много дешевых товаров очень много некачественных конечно товаров потому что я сам там некоторые товары покупал которые вообще не работали но сейчас мы туда отправимся и посмотрим найдем ли мы что-нибудь действительно интересное и полезное погнали обязательно мне начинается в головате здесь по сравнению с каким фикс прайсом или светофором прям товаров вообще немерено причем очень мелочок еще прикольно очень много прикольных ну абсолютно все ну кроме там не знаю колбасы какой-нибудь или там мороженую а так в целом очень много всяких игрушки для дома и для хозяйства и для телефона очень много сейчас чуть-чуть духе например туалетная вода лежит рядом с колонкой очень удобно прикольный светильник сейчас светится что это луна или что это да это луна она светится но очень плохо мы ее уже включали батарейки разрядили конфеты продают и раз очень вижу ничего есть смесь для глинтвейна рождественский прикольно типа можешь саму глинтвейн зафигачить из коробочек сразу как доширак типа заварил в охоте удобненько рахим тебя глинтвейн да здесь прям огромнейший выбор я даже не хочу взять глаза разбегаются на самом деле столько всего прикольного интересного очень много что я думаю мы не один раз сюда еще придем за 10 товарами а 10 мы сегодня точно наберем это сто процентов ну надо естественно лайки набрать наверно да естественно 10 лайков и выйдет еще одна часть с голомар там и короче да суши причем не скажешь что прям хреново сделано прям красивая железная нет не железная пластиковая но все равно в школе пишешь такой реально стилево прикольно да . вот это вот прикол смотри ручка кость вот это уже забавно типа ты пишешь костью за 369 рублей укулеле прикольно красивая не обязательно не играть можно просто как в интерьер типа куда-то повесить будет очень красиво смотреть стилево ну как нифига ты как будто на баллайке поиграл я не умею играть на гитаре знаете еще и нашел чё игрушка морген смотри три пятерки у него сверху три пятерки собака и какая-то галочка непонятное что это такое вообще фигурка коллекционная морген коллекционирует ладно оставим здесь для коллекции кто-нибудь возьмет смотрите ребята тут есть даже вот такой светильник что-то он скотчем перемотан не знаю быстро а выставочный образец понятно но смотрите есть прям дорогие датчиком движения кстати прикольно ну дороговато конечно 769 слишком дорого прикольно слушай точилка здесь есть реально походу внутри пенопласт но выглядит реалистично смотри даже остается как пена настоящее прикольно слушай и типа можно как будто бы пить но на самом деле там внутри будет лимонад либо чай можно обмануть батю или матю мы все-таки выбрали сейчас те самые 10 товаров нам даже дали подарок на выбор мы могли подойти к кому-то стеллажу и выбрать то что нам нравится прикиньте забрать это я вообще буду в шоке но сейчас на помещении для того чтобы показать вам какие 10 гаджетов мы выбрали и так ребята вот он пакетик из голомарта в котором находится 10 товаров которые мы выбрали на самом деле скажу что эти товары действительно неплохие эти товары что-то среднее между с товарами из фикс прайса и светофора потому что и светофора мне гаджеты капец как понравились ну и судя по вашей реакции вам очень тоже не понравились и вы набрали прямо аж 10 тысяч лайков это было неожиданно честно говоря и просмотров там поэтому встречайте третью часть как вы знаете в голомарте очень много различных товаров даже больше чем светофор и даже больше чем фикс прайсе но тем не менее было очень тяжело найти глаза разбегались на самом деле но первый товар который мы взяли это вот такая вот штучка написано что фонар на кепку теперь вы понимаете почему я в кепке нахожусь так здесь есть клипса и здесь нужно просто прицепить ее получается на кепку и светить в темноте не знаю кому это пригодится но по моему штука очень прикольная она выглядит как брелок место практически не занимает я думаю что это очень удобно тут даже батарейка и смотри я думал все есть батарейки нет не знаю как мы будем это проверять но сейчас она есть давайте включим сейчас она есть и она не работает голомар спасибо вам большое засевшие батарейки кстати их две даже да самое печальное что у нас и батарейки а чтобы они не сели здесь прокладочка я-то думал голомард вы уже что-то какой-то ерундой начали заниматься но нет походу все работает по фу есть работы слушай он яркий вот если вот так посвечу прям в камеру смотрю какая яркость ну-ка вырубай свет вот так вот это все делаем все я готов выключать раз два три ва слушай капец ярко светит прям ты очень хорошо освещен час и прикольно вот можно посмотреть что-то поделать вот если камеру еще сюда при фигачить вот где-то рядом с этим фонариком я думаю как раз можно еще как от первого лица снимать при этом есть фонарик вообще очень круто ну в общем штука на самом деле неплохая и кстати это только сейчас заметил можно направлять фонарик я вот думал вот так вот надо как-то голову наклонять на самом деле вот сделали наклонили функциональная вещь вот так вот можно даже чего-нибудь так писать реально какую оценку поставишь такому товару слушай ну шестерку поставлю тоже ты во-первых обычный фонарик но во вторых не знаю куда это применить но я поставлю наверно семерочку все-таки такая многофункциональная штука она крепится и на кепку ну и не обязательно же на кепку крепить если там так написано можно и закрепить куда не на часы у вас на руке будет типа фонарик куда-нибудь еще на одежду хопа все у вас теперь от груди светится мне кажется прикольно место вообще не занимает поэтому я оставлю семерочку так фонарик на кепку стоит всего 107 рублей. Не знаю, всего или не всего, но, в принципе, довольно яркий. Я считаю, что цена, правда. Ну, давайте перейдем к следующему товару. Оставлю себе. Так, следующий товар. Тоже довольно прикольная штука. Проектор-брелок. Ясно, понятно, что это для детей, потому что три кота там, ну, мультики. Все такое знают. Судя по тому, что нарисовано сзади, скорее всего, он просто покажет картинку и все. Ну, как это будет выглядеть и как это будет ярко-неярко? Надеюсь, здесь есть батарейки. Да, вот есть вот эту штучку, мне кажется, надо просто вот так вот. Чик. И теперь контакты работают. Ну, так, смотри, на руке плохо видно на самом деле. Надо выключить свет, тогда мы все поймем. Паха, вырубай. У нас есть белая стена, я на нее направлю этот брелок. Посмотрим вообще, как выглядит картинка. Раз, два. О, ну, слушай, это как какой-то типа диафильм, знаешь, даже моргание какое-то есть. Качество реальности, смотри, какой хороший. Особенно вот так. Прикольно. А какие-то режимы переключаются или только один? Нет, режимов переключения. Может, нужен пульт, потому что здесь написано STS, может, канал можно переключать. Не знаю. Ну, так прикольно, смотри. Сам по себе он синеньким светится. Правда, ну, не очень как-то качественно. Но в целом прикольная штука для детей, мне кажется, поиграться как-то. Можно просто повесить себе куда-то, например, там на рюкзак и просто вот так буду себе показывать. Смотри, у меня есть проектор. Хочешь, покажу? И все-таки да, давай. Направляешься в восторге, короче. Знаете, такому брелку я, наверное, поставлю троечку из десяти. Никакой вообще полезности не несет вот этот брелок. Для чего это нужно? Если ты один раз включил, узнал, типа, как это все выглядит, ну и в принципе все. Но давайте скажу, сколько стоит этот брелок. 71 рубль. Нет, это по-моему перебор вообще цены для вот этого. Я думаю, такой брелок стоит должен рублей 25, наверное. Слушай, я соглашу с тобой, потому что это бесполезный хлам в кармане. Еще за 70 рублей. Конечно, может быть, кто-то еще будет его использовать как фонарик, но я отлично в этом сомневаюсь. Давайте перейдем к следующему товару. Далее, что же мы интересного нашли в Галамарте? Вот такие вот летающие шары. Они светятся в темноте, липнут к стене и легко моются. То есть это многофункциональные липкие шарики, получается, которые светятся. Ну это, блин, вообще круто. Я ни разу не трогал эти шарики. С задней стороны выглядит как-то не очень качественно. Какая-то пипирка тут. Ну давай возьмем вот такой, он, наверное, самый яркий. Но я видел в ТикТоке видос, где его кидали в потолок, он прилипался, там через пару секунд он обратно падал. Давайте проверим. Куда-нибудь. Да, вон на черную стену кинь. Кидай. Прилипает. Ну к стенке понятно, что он сразу фактически падает, потому что это стена. Но в потолок это было бы гораздо круче. У нас, к сожалению, потолок из поролона. Поэтому можно только на стене проверить. Сейчас сильнее ударю. В принципе, прикольная штука, если лежать на диване и так в потолок кидать. Что-то типа антистресса. Можно помять. Ну давай проверим вообще, как она светится. Так, может сразу зарядить его от света как-то? Давай. Так, ну допустим. Уу, что-то слабенькое вообще. Ну вообще почти не светится. Не знаю, камера передает это или нет, но слегка светится. Я не знаю, как сказать. Он очень слабенько, слишком. Давайте возьмем еще парочку вот этих вот шариков. О, слушай, синий хорошо прилип. Сейчас проверим, как они светятся в темноте. Они друг к другу очень хорошо липнут, кстати. Так, ну светом мы зарядили. Паха, вырубай. Ну, сейчас как будто ярче. Да, не знаю, так же. Нет, вот кстати, сам зеленый, он очень тусклый. А вот синий ярче всех почему-то. Ну, а вот этот красный, или какой, я уже не помню, какой он цвета был, он еще темнее. Такой штуке я поставлю, наверное, ну пятерочку. Я тоже пятерочку поставил. Да, потому что, ну, это просто развлекательная штука. Антистресс, которым просто можно играть от нечего делать. Вот и все. Ну и даже если вы свет выключите, мне кажется, особо не увидишь его где-нибудь в темноте. Совсем не яркие. Давайте перейдем, наверное, в следующем товаре. Так, еще один товар. Это вот такая вот пушка. Я думал, что эта игрушка для начала просто для виду. Она никак не функционирует, но на самом деле потом увидел пульки. И здесь написано, что гелевые патроны. Вот, я думаю, сейчас проверим, как это все стреляет. Сама пушка выглядит достойно. Не сказать, что она прям супер дешевая, но, конечно, очень легкая. И стрелять из нее вообще неудобно, потому что палец у меня почти сюда не влезает. Сейчас узнаем, как вообще его заряжать. Вот, возьмем наши патроны. Интересно, пахнут они или нет, кстати. Распаковочка. Половина улетела. Нет, вообще ничего не пахнут. Но как их сюда заряжать? Никакой инструкции, ничего нет. Как этим стрелять? Без понятия. О, вот, походу, здесь оттягивается. О, да. Так, ну куда теперь эти патроны вставлять? Минус гелевых патронов в том, что их нелегко брать. Короче, я, кажется, здесь понял, здесь сверху штука вот эта вытаскивается. Здесь получается отверстие, куда мы можем засыпать эти патроны. На хрен, все вывалилось. Не знаю, как с этим будут дети справляться, конечно. Самое еще интересное, когда патроны закончатся, чем заправлять их будут? Обычными пульками, наверное. Штучек 10 точно здесь есть. Закрываем вот эту крышечку. Оттягиваем. Парочком пули выпало много, что. Стреляем. Стреляет, кстати. Ну, вообще, это ни о чем. Я тебе даже просто в руку вот так. Не больно было. Я даже не почувствовал. Конечно, что стоило ожидать от такого оружия? Оно даже в размерах не может ни с кем конкурировать. Короче, силикагелевые патроны полная чушь. Ну, это, знаешь, это для детей, не знаю, возраста 5 лет, который... Я тебя застрелю. Так, ну сколько же стоит такая игрушка? 345 рублей. Честно говоря... Слушай, дороговато что-то за такую барахольную игрушку. Я бы не отдал такую зум за вот это вот. Но выглядит красиво. Поэтому я ставлю этому оружию, наверное, четверочку, только из-за красоты. Ну, я тоже бы, наверное, 4 поставил. Хорошо, пятерочка чисто из-за того, что это безопасное оружие вообще. Нет, все-таки четверочка. Короче, ладно, переходим к следующему предмету. Ребята, мы заметили, что вам очень нравится рубрика «10 гаджетов из какого-либо магазина». И под такими роликами вы проявляете максимальную активность и с легкостью набираете 10 тысяч лайков. Поэтому предлагаю вам написать под этим видео комментарий, в какой магазин вы бы хотели, чтобы мы отправились. Но мы отправимся только в тот магазин, чей комментарий наберет больше всего лайков. Поэтому пишите обязательно, куда бы вы хотели еще отправиться. И мы это сделаем. Ну, а сейчас продолжаем. Так, что же у нас следующее есть? Это настенный дозатор для зубной пасты. Я вообще никогда даже не думал, что существует такая штука. Я только для мыла видел, и все. Но чтобы для зубной пасты, вот это интересно. Вау, слушай. Что-то такое. Современное. Что-то современное, да. Выглядит действительно неплохо. Что за счет зубной пасты? У нас есть она. Мы специально ее купили, чтобы это проверить. Так, как работает? Сверху просто вставляется и все. Ну, давай попробуем. Главное не сломать, Серега. Да я-то не сломаю. Так, ну вроде она вкрутилась. Выглядит что-то не совсем как-то приятно. Хорошо. У нас есть зубная щетка. Сейчас я принесу и проверю. Итак, представим, что я сейчас встал с утра и хочу почистить зубы. У меня уже стоит дозатор с готовой зубной пастой. Что нужно здесь делать? А, скорее всего я толкаю зубную щетку и она должна выдавливать. Подожди, вот так вот делаю. О, что-то мне кажется это как-то слишком мало. Вообще должно быть так или нет? Ну вроде опять выдавил, но чуть-чуть совсем. Это точно не для меня, потому что я люблю зубную пасту прям на всю вот так выдавить. И это все? Так, попробую выдавить вот так вот сейчас максимально зубную пасту. Скорее всего от этого зависит. Надо вот так руками сделать. Прижать хорошенечко. Вот сейчас думаю будет работать хорошо. Ой. Она уже выдавилась. Ну давай вот так сделаю. Я не знаю, по-моему это какая-то ерунда. Мне кажется проще вообще вот так вот не заморачиваться, взять зубную пасту и себе выдавить. Это будет гораздо быстрее. Я не знаю, раз 15 нажал и выдавил вот это. Возможно я что-то делал не так, но по инструкции все делаю так. Просто вставляется зубная паста и выжимается. Все. Не, ребят, это какая-то чушь. Видать вот это вот чуть-чуть хватает, чтобы почистить зубы. Возможно, но это слишком грязно. То есть смотри там вот какая ерунда сейчас происходит внутри. Это надо все мыть. Ну ты хочешь сказать, что тебе товар не понравился и ты бы поставил ему мало баллов? Нет. Ожидания у меня завышенные было. Я думал, я поставлю там восьмерочку. Типа это сейчас прям выдавит, сколько мне надо. Я уберу и на этом все закончится. Ну короче, поставлю этому товару, наверное, тройку. Ну не знаю, я бы пятерку поставил и скорее всего я себе его заберу. Просто может мы пока пользоваться этим не научились. Может быть, не знаю. От меня короче троечка. Это явно не для меня гаджетов. Так, дозатор для зубной пасты 224 рубля вот эта вещь. Я бы ей не дал 224. Ну дороговато для дозатора вообще дорого. Согласен. Ну рублей 130. Короче, этот товар вот отлетает из моего топа. Это 100%, поэтому переходим к следующему. Так, следующий товар у нас набор для записей. Вот такой вот доска магнитная, две штуки, плюс сам маркер. Открываем. Ну прикольную штуку. Есть доска в красной грамочке, есть черный. Ну давай нарисуем, короче, домик какой-нибудь такой. Хопа. Так, подождем какое-то время, пока это все высохнет. И попробуем стереть. Кстати, стиражка такая жесткая какая-то. Ну это как будто не стирательная резинка, а что-то типа кусок валенка сюда просто запихали. Бойлок. Точно, да. Ну давай попробуем стереть. Слушай, ну хорошо стирается вообще. Идеально просто. Это очень радует. Никаких разводов не остается. Все четенько. Ну давайте проверим, как это работает на холодильнике вообще. Хорошо ли она клеится. Клеится отлично. У нас как раз в красной рамочке магнит для красного холодильника. По-моему прикольно. Круто. Так, напишем что-нибудь. Ну какая-нибудь, не знаю, каракуля. Многофункциональная штука. То есть какие-то записи делать перед холодильником, чтобы что-то не забыть. Ну и все это вот так потом берем. Хопа-хопа-хопа. Кланы прошли. Записываем другие планы. По-моему удобная вещь, кстати. Тем более два магнитика. Еще что самое интересное, этот маркер вы не потеряете. Потому что он тоже на магните. Берем вот так вот. Хопа. Все. Ну в общем, магнитики на самом деле прикольные. Мне понравились. Кстати, как-то я покупал магнитную доску в фикс прайсе. Я там написал маркером, который был в комплекте на этой магнитной доске. И он потом не стерся. Вот там я точно не ожидал. Но там магнитная доска была такая большая. Причем тут что-то за 250 рублей. Но тут все отлично стирается. Все работает. Все замечательно. Так, что поставлю, наверное, этому товару твердую семерочку. Потому что можно делать записи, можно их легко стирать. Они магнитные. Очень удобно. Советую всем. Ну, не знаю, тоже семерочку поставил бы. Семерочку. Полезная штука. А стоимость такого набора всего 71 рубль. Считаю оправданно. Вот эта цена хорошая для этого. Поэтому на любимых на холодильник будем записывать сюда идеи для роликов. Но сейчас переходим к следующему товару. Так, что же у нас есть еще интересного? Вот такой вот баллончик. Нам что понравилось, это его название. Антискотч. Удалитель наклеек быстро и эффективно удаляет наклейки и следы клея. Сейчас мы это и проверим. У нас есть бутылка с белизной. Здесь есть наклейка, которая очень плохо отдирается. И мы сейчас это сделаем. Вот так вот возьмем. Подрываем. Так руками здесь не оторвешь, конечно. Я думаю, можно баллочкой уже сразу попшикать и все. Думаешь? Да. Ну да, это же удалитель наклеек, а не удалитель остатков наклеек. Здесь написано, что надо сначала встряхнуть баллончик, равномерно распылить средства на обрабатываемый участок, дать составу подействовать в течение 2-3 минут и удалить этикетку и следы клея. Вроде все просто. Распылил, подождал, удалил. Пахнет, как всегда, вкусно. Да. Я надеюсь, это действительно будет работать. Сейчас узнаем. Пускай пропитается. Прошло примерно 3 минуты. Давайте проверим вообще, удалится ли сейчас наклейка. Как сказано в инструкции, тряпочкой должно все удалиться. По-моему, какая-то ерунда вообще. Не работает. Даже там, где... А, подожди. Скорее всего, из-за того, что здесь покрыта какая-то пленка, этот раствор не пропитался внутри, поэтому он плохо обирается. Вот сейчас, смотри, вот эту пленку убираем. Еще раз попшикаем и должно все удалиться. Ну, кроме вот этого, где у нас рисунок. Ждем. Спустя еще некоторое время удаляем теперь остатки наклейок. Ну, как нам говорят в инструкции, тряпочкой нет. Это так не работает, по-моему. Скорее всего, просто остатки клея тряпкой удаляются. Но сама наклейка вот эта, она, скорее всего, удаляется руками. Ну, слушай, неплохо. Прямо цельным куском большим, да? Да, да. Но там, где не пропиталась, где рисунок, вот там она не удаляется практически вообще. А вот так, смотри, хорошо. В принципе, это работает. Но не тряпочка, как обещали. А так, в целом, ну, мы практически почистили полностью бутылку. Ну, ладно, давай сперва скажи цену, короче, этого предмета, а потом уже оценим, наверное. Так, цена такого антискотча 177 рублей, прикинь. Чего? Что-то как-то дороговато для такой маленькой бутылочки. Тем более, это не распространенная какая-то штука, чтобы наклейки удалять. Потому что многие удаляют наклейки вообще там спиртом, white spiritом, ну и так далее, короче. Удобно только то, что это распылитель именно. Потому что white spirit можно пролить, там как-то он воняет. Этот пахнет очень вкусно. Распылил, подождал примерно минутки три, и у тебя хорошо отходит клей. Поставлю, наверное, шестерочку. Я пять поставил бы. Короче, это не антискотч, это антиостатки скотча. Надо было назвать этот баллончик. Ну, имеет место быть эта штука, я думаю, кому-то пригодится. Давайте возьмем следующий товар. Ну, а следующий это отвертка, аккумуляторная. Ой, скрываем. Вот эта упаковка ненавистная просто мной. Что есть в комплекте? Короче, сама отвертка. Слушай, увесистая, прикольная. О, даже какой-то фонарик тут есть. Так, также набор бит. Я не знаю, хороший ли это бит, но мне кажется, почему-то, что они просто... Сотрутся очень быстро. И провод для зарядки microUSB. Ну, и еще вот такая вот штука. Удлитель, который сюда вставляется, и выбираем какую-нибудь биту. Ну, стандартную, вот крестовую, популярную. Все работает. Прикольно. Еще, проверим, как это вообще на практике будет. Давай. Так, подготовили вот такой вот брусочек деревянный. И пачку саморезов. Берем саморезик. Она должна вообще вот так медленно работать? Наверное, да, я думаю. Это же не шуруповерт, да? Да. Не, ну неплохо так. Слушай, мне нравится. Ну, такое ощущение, как будто она недозаряжена. Либо это реально такая отвертка просто, что не особо мощная. Просто, чтобы спокойно прикрутить что-то. По звуку похоже на мясорубку какую-то. Да, да. Не, но при этом саморезы, она прям идеальная. Она вот вкручивает до того момента, пока вот они не утопятся. Мне только не нравится эта удлинительная бита. Она что-то как-то туда-сюда болтается. Поэтому я, наверное, уберу. Попробую вот так. Я думаю, таким образом мне это больше понравится. Ну и выглядит она как-то поприкольнее без удлинительной биты. Ну прикольная штука. Да, мне нравится. Да, я не знаю, сколько она проработает, конечно. Ну и обратно можно переключать. Вперед, назад. Потом есть кнопка push. Я не знаю, что значит. То есть здесь стрелочка какая-то. Например, нажмем на нее. Ничего не изменяется, короче. А, push это, короче, походу... А, нифига, смотри. Это прикольная штука. Смотри. Вот это реально уже интересно. Это похоже на отвертку. Слушай, ну я баллов 9 бы поставил. Неплохо, на самом деле. Блин, такой трансформер реально смотрит. Буду работать вообще так. Да, слушай, и так работает. Блин, ну это реально девяточка хорошая. Один балл и единственное, что снимут за саму конструкцию. Вот сама ручка, она болтается, смотри. Сама бита вот эта удлинительная тоже люфтит внутри. Ну а в общем и целом функционирует хорошо. Действительно закручивать саморезы. Кстати, давай открутим, попробуем открутить. Ну откручивает тоже хорошо. Руками, конечно же, это будет гораздо дольше. Проще вот такую взять. Тем более, что ее стоимость 449 рублей. Блин, ну недорого для такой штуки. Да, достойная вещь. За такую сумму вообще не жалко взять, на самом деле. Не знаю, как она в дальнейшем себя поведет. Через сколько она умрет, может быть. Но пока что мне нравится. Переходим к следующему товару. Так, ну а со следующим предметом это планшет для рисования. Причем не обычный, он какой-то аккумуляторный. У него LCD-дисплей. Написано, что можно рисовать, развиваться, обучаться, воображаться. И безопасно для глаз. Сейчас проверим. Так, все в пакетике. Выглядит прикольно. Единственное, что должны здесь быть вот эти точки, интересно, или нет? Не знаю, может уже только нарисовали на нем. Как будто что-то испорчено ему какое-то. Но есть одна кнопка, только удалить. И все. Ну и вот сам маркер вот этот. Давай что-нибудь нарисуем. Ой, я что-то черканул. О, слушай, я покажись, пальцем даже могу, смотри, ногтем рисовать. Слушай, ну рисует. Прикольно, кстати. Ну-ка удалить. А удалить что-то не работает. А, о, я думал, это какая-то сенсорная кнопка почему-то. На самом деле, просто надо нажать. Планшет как будто перезагружается, потому что экран становится черным и опять чуть светлеет. Вот почему там точки были. Там, видимо, уже кто-то что-то подчеркал. Ну, можно, например, написать. Кипяточка. А, ну и все, потом нажимаем так. Хопа. И все почистилось. Кнопочка, конечно, чуть заедает как будто, но в целом прикольная вещь. Давай выключим свет, посмотрим, как она будет сейчас. Давай, сперва нарисуй. А, ну да, точно. Подпишись. Ну-ка, выключай свет. В общем, ребят, не светится доска от слова совсем. Короче, все, что вы нарисуете на этом планшете, в темноте не видно будет вообще. Сам, наверное, вот этот вот эффект получается, он как неоновый, знаешь? Да, да, да. То есть он работает только когда у вас все ярко. Опять же домик какой-нибудь нарисуем. По-моему, прикольно. Качество хорошее. Слегка можешь легкую полосу сделать. Можешь прям сильно надавить, сделать жирную полосу. Для детей развиваться прикольно. Даже для взрослых можно какие-то записи делать и стирать. Не знаю, поставлю, наверное, этому товару восьмерочку. За девятку поставлю. Я чисто восьмерочку поставлю из-за вот этой вот кнопки, которая как будто не всегда срабатывает. Сам планшет очень тонкий. Его можно положить куда-нибудь даже в какой-нибудь портфельчик. Я считаю, что очень даже неплохо. Но у нас остались еще интересные предметы, которые мы сейчас вам покажем. Итак, ребята, мы как-то уже обозревали лупу из фикс прайса. Так вот, сегодня мы купили кое-что поинтереснее. Это очки лупа. По картинке нарисовано то, что предназначены очки, наверное, для того, чтобы леску продеть в крючок. Или там нитку в иголку. Ну, таблетки, не знаю для чего. Видимо, что-то прочитать может состав или еще что-то. Радует то, что есть чехольчик. Это уже прикольно. Ну и помимо чехольчика есть сами очки. У них, кстати, есть защита такая, чтобы, видимо, не поцарапались. Мы вот так их снимаем. Блин, ну я вижу уже, что они не поцарапаны. У них качество такое прикольное. Как будто это новая машина, типа. Но могу сказать, что это не стекло. Сто процентов. Это пластик. Что, надеваем? Давай. Очки явно не по размеру. Слушай, это прикольно. Даже когда у вас хорошее зрение, и вы надеваете очки для улучшения зрения, у вас как-то, не знаю, глаза как будто собираются в кучу и становятся как-то, ну не очень приятно. Болит начинает. Болит голова там, не знаю, или глаза болят. А здесь такого нет. То есть это реально как будто ты просто перед собой вот так вот лупу держишь, чтобы что-то смотреть. Но при этом у тебя это очки. Это очень прикольно. Вау. Ну это прям круто. Если вот так смотреть. Ну это не то ощущение вообще. Максимально близкое расстояние, на котором я могу сейчас смотреть, например, на вот эту надпись на чехле, это вот. Просто визуально оцените расстояние. Сейчас я надену очки, и я могу смотреть уже вот так. Ну то есть это прикольное вообще. Хочешь посмотреть? Да, подожди, ну-ка я вот так вот зрителям покажу. Ну смотри, Серега большой, сейчас убираю, а на самом деле он дальше. Работает нормально, да? Даже через камеру. Ну-ка, Надя, очки. У нее еще какой-то типа хамелеон здесь есть, слушай, присутствует, да? Да, что-то радужное такое, короче. Блин, вдаль смотришь, все мутное. Да, да, да. Но. Вблизи круто, да? О, прикольно, слушай. Вот, у него фокусное расстояние где-то вот так. Да, вот сейчас убирай очки. Тяжело посмотреть, да, уже на руку. Слушай, ну у меня и глаз сам фокусируется, я чувствую, как, прикинь, как камера работает. Она сильно не увеличивает, но изображение вообще четкое. Я вижу всякие крапинки на руках, волосы. Видно четче, чем без очков даже. На рыбалку куда-то вообще, ой, я же потерялся, короче. Во, видишь, прикольно. Вот этому товару я поставил бы, даже без цены пока, я скажу, 8 баллов. Стоимость этих очков по итогу 296 рублей. Возможно, это дорого до тех пор, пока вы не надели эти очки, на самом деле. Считаю, что это действительно достойная девяточка. Этот товар я бы даже, наверное, посоветовал всему взрослому поколению. Очень полезные, достойные очки, действительно. Но мы переходим к следующему товару. Ну и последняя вещь на сегодня, которая выглядит также очень стильно. Это мельница для специй. Я, на самом деле, первый раз вижу мельницу для специй, именно электрическую, потому что это именно такая. И как это работает, сейчас мы выясним. Мне очень нравится, что она матовая, прям приятная. Ну и вообще сама по себе стильная штука, даже если на кухне вот так стоит. Так как написано электрическое, значит, как-то ее нужно разобрать, чтобы сюда вставить батарейки. Видимо, она откручивается, разбирается. А, вот, смотри. Раз, два, шесть батареек пока. Чего? Какой-то дурдом. Такая маленькая, прожорливая, да, Серега? Капец, да. У нас ни разу не было товара, в котором шесть батареек. Это выглядит, как какой-то автомат-пулемет, не знаю. Вот так вставляем. Все. Аллилуйя. Я собрал, включаем парк. По звуку на стопор похоже. Да, да, да. Слушай, ну, походу это работает неплохо. Единственное, что мы не сделали, это не засыпали сюда перчик. К этому ролику мы подготовились, поэтому купили перец. Перец специально мы купили не молотый, но в таких кругляшках. Серега, как обычно в своем репертуаре. Как пульки, так и перец. Кстати, этот автомат может перцем стрелять. Да, прямо в еду. Так, ну я думаю, хватит. Стой, подожди. Я предлагаю, короче, положить бумажку. И на нее уже перец делать и смотреть, что получится. Хорошее предложение. Держи, Серега. Давай, я думаю, на белой бумажке идеально будет видно, как она работает. Перчик внутри. Что, пробуем? Давай. О-о-о-о. Слушай, ну перемалывают неплохо. Блин, прикольно вообще. Вот это реально для домашнего использования. Для готовки эта вещь просто замечательная. Просто взял такую, например, на кухне стоит. Берешь, кнопочку нажал. Убрал и дальше. И при этом времени тратится гораздо меньше. На секунд 15 на кромсал очень много перца, считаю. Ну сколько баллов, Серега, поставил бы? Слушай, поставлю десятку. Мне этот товар понравился. Ни разу не пользовавшись вот такой штукой. Я считаю, что размалывает перец, он очень хорошо. При этом не только же перец можешь сюда пихать, правильно? Да, любые предметы вообще. Можно. Хоть что закидай, Серега, туда. Хоть грецкие орехи перемоли. Да, можно реально орехи с вас засыпать. Кстати, цена 543 рубля. Кстати, это из разряда светофора, да, Паха, где там открывашка была у нас? Да. Что-то похожее. Но при этом таким товаром, я думаю, ну чаще будут пользоваться явно. Прям конфетка. Мне прям очень нравится. Десяточка, твердая. Лайк за такой товар. Круто. По итогу, ребят, мы с Пахой сегодня определили топ-3 сегодняшних товаров. На первом месте вот эта мелница для специй. На втором месте у нас электроотвертка. Ну и третья вещь, на наш взгляд, это очки. Поэтому, собственно, вот такой топ у нас получился. Если вам этот ролик понравился, давайте под этим видео все-таки наберем 10 тысяч лайков. Подпишемся на канал. Ну и всем пока.